В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа события недели в студии Ирина Аршба. Здравствуйте! В нашей программе мы подводим итоги уходящей недели, вспоминаем наиболее яркие события, анализируем их с экспертами. Первая партия автобусов, а именно 33 транспортных средства, приобретенных в рамках российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, прибыли на этой неделе в республику. Всего же будет закуплено 62 автобуса «ГАЗ» модельного ряда «Вектор Некст» на сумму 162 миллиона рублей. Комфортабельные автобусы с экономичными дизельными двигателями, в которых от 17 до 25 пассажирских мест, пополнили автопарки городов Сухума и Ачамчиры, а также Гагрского, Гудаутского и Туарчалского районов. Одна новая машина досталась и новому «Афону», который до этого времени не имел ни городского, ни школьного автобуса. 13 автобусов с первой партии все пришли уже, должно было прийти 33 автобуса, вот последние 13 передаем городу Сухум. Следующие мы ждем уже в начале июля, всего 29 автобусов, 14 сельские так называемые автобусы, они такие же практически, но чуть больше проходимости, и 15 школьных. Их будем распределять по заявкам главы администрации и министерства образования. Президент Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Новый Афон, в рамках которой ознакомился с ходом строительных работ двух объектов – детского сада и дворца молодежи. Кроме того, Рауль Хаджимба посетил Новоафонскую пещеру, где введено в эксплуатацию новое отремонтированное фойе. Репортаж на Алыкове. Детский сад в Новом Афоне – первый объект, который посетил президент Рауль Хаджимба. Строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 100 мест, началось около полутора лет назад. Объект строится в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Проектно-сметная стоимость – 139 миллионов рублей. Из них уже освоено 86%. Объект типовой. У нас два одинаковых садика фактически строится. Один в Афоне, другой в Ачимчирах. Строительство идет по графику. У них сейчас остались неосвоенными пока деньги по мебели и инвентарю. Просто проплатили аванс. Ждем поставку. Она будет ориентирована в течение 35 дней от сегодняшнего дня, если считать. К тому времени должно быть, я думаю, уже будет готово помещение для того, чтобы принять мебель и инвентарь. После того будет все собрано. А вводом. И запустим. Я надеюсь, что в сентябре, в конце сентября уже дети будут. По гагре школу. По гагре школу. Там тоже была проблема из-за поставщика. У них с фасадной отделкой получился. С фасадным материалом поставщик привоз не то. Им пришлось из-за этого себя заказать по новой. А школу, я думаю, что в сентябре. Я вам не дам, ребята. В сентябре должны быть. В сентябре, да. Ну, не знаю, не уверен, что 1 сентября, но в сентябре... А я уверен. Значит, сделаем так, как вы уверены. По словам начальника строительного участка Льва-Шамб, объект будет соответствовать всем современным стандартам и сдан в эксплуатацию в намеченные сроки. Мы в конце сентября полностью сдадим. Все зависит от оборудования, как придет. Уже уплочено, но иногда есть разные задержки там. А так, в основном, все нормально. Вообще, сейчас по инвест-программе хорошие объекты социального назначения строятся. Вы знаете, в Гаграх прекрасную школу строят, в Тхинах прекрасную школу, детский сад в Ачимчирах, детский сад в Новом Афоне. Это современные школы и современные детские сады. Все предусмотрено, что возможно предусмотреть. Пищеблок будет отличный. Даже подача пищи с первого на второй этаж механизирована. И я думаю, что это солидный объект. Затем Рауль Хаджимба посетил здание Дворца молодежи в Новом Афоне, которое восстанавливается за счет средств резервного фонда правительства. Дворец молодежи не функционирует уже порядка 10 лет из-за отсутствия в нем капитального ремонта. Выход из сложившейся ситуации был найден в этом году. Правительством Абхазии были выделены около 30 миллионов рублей. Здесь много молодежи, много людей, которые хотели бы, наверное, быть в уши всех этих процессов культурного становления. А мы, во всяком случае, нацелены на то, чтобы вот именно такая работа была. У них, насколько я помню, по-моему, библиотека где-то в каком-то захудалом здании. Негде собираться. Негде проводить какие-то вечера, какие-то мероприятия. Поэтому это просто для людей, для тех, кто действительно нуждается в том, чтобы вот такая работа была бы проведена. Помимо капитального ремонта, здесь идет и строительство дополнительных площадок. Теперь на первом этаже появятся гримерные. На втором планируется разместить детскую библиотеку. Будет здесь и шахматный клуб. По словам главы администрации Нового Афона, ремонт Дворца молодежи – это долгожданное событие для всех горожан. Наш президент ситуацию с нашим, как бы, двадцатом культурой знал, в каком она состоянии находится. Но, как я уже говорил, значит, она не попала в комплексный план развития нашей республики. Пришлось просто просить. Они выделили ту сумму, которая нужна была. Спасибо, я хотел бы сказать. Немного осталось профинансировать. У нас будет один такой серьезный, красивый очаг культуры в нашем городе. Также президент осмотрел новые вестибюльного Афонской пещеры. Здесь строительные работы были выполнены за счет предприятия комплексного Афонской пещеры. Сколько нам это обошлось? Это обошлось около 64 миллионов. Пока. Пока. Ну, есть какие-то еще недоработки. Процесс еще не завершен, как бы. Ну, а все основные работы сделаны, остались мелочи. У нас слишком большое количество людей в летний период, в летний сезон посещает Новофольскую пещеру. И держать их всех в холле, в вестибюле уже, как бы, практически было очень сложно. И физически, на самом деле, во-первых, использовать терминал, который установлен у нас по распоряжению Рамула Джунковича, электронная система обслуживания, да, вот, не позволяла нам оттуда все это, как бы, пропускать, проводить людей. И сегодня, благодаря этому, мы можем правильно, соответствующий с действующим законодательством, заниматься своей работой, обелечивать наших туристов, предоставлять им более комфортные условия для посещения пещеры. Как отметил министр по курортам и туризму Автандилгардский, такой подход должен быть у всех руководителей туристических объектов. Сейчас в мире очень большая конкуренция в сфере туризма. И если каждый туристический объект по мере возможности будет вкладываться в свое собственное развитие, Абхазия вполне сможет конкурировать с популярными мировыми курортами. Тут самое главное, надо понять одну вещь, это то, что было при первой нашей встрече, когда мы только начинали работать, и президент страны Рауль Джункович сказал о том, что все предприятия должны развиваться. То есть заработанную прибыль, заработанные деньги вкладывать в собственное развитие. Это очень важно, потому что без этого невозможно конкурировать ни с одной страной, потому что вы знаете, что туристическая отрасль очень быстро развивается, и мы должны конкурировать. Появление в новом Афоне новых социальных объектов имеет большое значение для жителей города. И как было отмечено по итогам поездки, все работы должны быть выполнены качественно и в запланированные сроки. В Народном собрании Абхазии прошло очередное заседание парламентской комиссии по проверке деятельности паспортно-визовой службы республики. Парламентская комиссия представила начальнику паспортно-визовой службы страны ряд выявленных нарушений. Были приведены конкретные примеры. На протяжении восьми месяцев депутатская комиссия разбирается в законности выдачи внутренних общегражданских паспортов Абхазии супругам Шония и Чолария, сыновья которых воевали в рядах грузинской гвардии против республики Абхазия, и один из них был тяжело ранен. В результате проверки было выявлено, что одним из факторов, послуживших незаконной выдачей этим гражданам паспортов, стала справка с местопроживания этих граждан, выданная администрацией села Первая Бедия. Участниками комиссии также были представлены документы, на основании которых экс-вице-президентом Абхазии Виталием Габния якобы незаконно были продлены паспорта гражданина Абхазии. По мнению членов комиссии, подпись Виталия Габния под данными документами поддельна. По итогам проведенной проверки, члены комиссии считают неудовлетворительной работу паспортно-визовой службы страны, а все отработанные и собранные материалы будут отправлены ими в соответствующие органы. Как нам сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, по факту законности выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия нового образца супругам Шоня и Чулария, министрам Гарри Аршба назначена служебная проверка. 21 июня в Абхазии отметили День миротворца. 25 лет назад на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-абхазского конфликта, которое было подписано главами России, Абхазии и Грузии, в нашу страну вошли коллективные миротворческие силы. Но все бремя миротворческой миссии на протяжении 14 лет несла Российская Федерация. Уже по сложившейся традиции, 21 июня в День миротворца в Абхазии организовываются различные мероприятия. На церемонии возложения цветов к памятнику российским миротворцам в Сухуме и торжественном митинге, посвященном юбилейной дате, присутствовал президент Рауль Хаджимба. Миротворцы способствовали сохранению мира в Абхазии долгие годы. С 1994 года российские миротворцы успешно справлялись со всеми поставленными задачами. Это предотвращение возобновления военных действий, оказание гуманитарной помощи, пресечение действий террористических и диверсионных бандформирований. За годы миротворческой операции в нашей стране Россия потеряла 117 солдат и офицеров. Высокая оценка данная политическим руководством России, Советом безопасности ООН и политическим руководством Абхазии заставляет нас с достоинством и честью продолжать дело миротворчества, учить молодых офицеров, военнослужащих выполнять свой воинский долг с оружием в интересах мира и благополучия этого прекрасного государства и прекрасного народа. Сотрудники МЧС Абхазии на этой неделе совершили пробный морской рейс из Сухума в Сочи. Впервые за последние 27 лет спасательный катер из Абхазии пересек морскую границу республики. По словам руководства Министерства по чрезвычайным ситуациям, целью данного рейса была отработка механизмов и согласование с различными ведомствами процедуры пересечения российско-абхазской границы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также обеспечение транспортировки пострадавших при ЧАЭС в лечебные учреждения России морским путем. Режим упрощенного пересечения границы между Абхазией и Российской Федерацией при возникновении ЧАЭС предусмотрен межправительственным соглашением от 2011 года. В Абхазии начался курортный сезон и вопрос безопасности граждан на суше и в море приобретает особую актуальность. Насколько пляжи, городов и районов Абхазии соответствуют требованиям правил безопасности и какую работу ведет в этом направлении Министерство по чрезвычайным ситуациям? Об этом специальный репортаж программы. На всем побережье Абхазии 54 пляжа. Из них нормам и стандартам соответствует около 20. Что касается столицы, то здесь 10 пляжей, а нормам и стандартам соответствует около двух. Противостоять стихии или желанию оседлать волну с этой дилеммой, пожалуй, хоть раз в жизни сталкивался каждый. В большинстве случаев благоразумие берет вверх и люди останавливаются на последнем варианте. Но порой человек все-таки бросает вызов природе. Желание окунуться в бушующее море, зайти за черту опасной зоны, где нельзя купаться, пересиливает инстинкт самосохранения. Что приводит к трагедии. Готовы ли сухомские пляжи к курортному сезону? На каких пляжах безопасно? А какие все-таки стоит обходить стороной? Вот этот пляж, который вы здесь можете видеть, городской пляж, за него ответственность несет администрация. Также администрация несет за установку табличек в местах, где купание запрещено. Вот в прошлом году, наверное, все помнят случай, который произошел. После этого табличка там стоит. В данное время она есть. А также есть частные пляжи, которые находятся в аренде, за которые отвечают уже арендаторы этих пляжей, которые должны выполнять все требования, которые мы выдвигаем. Во всех районах Абхазии, где реки впадают в море, купаться опасно для жизни. К примеру, в столице таких мест несколько. Место, где река Келосур впадает в море, здесь образуется водоворот из-за двух встречных потоков. Не менее опасная зона в районе маяка, где река Гумиста впадает в море. Мероприятия, естественно, ведутся. Как вы знаете, у нас с безопасностью на воде существовали проблемы. И каждый год выдаются предписания на пляжи. Каждый пляж должен быть укомплектован соответствующим образом. То есть это мачта, которая разрешает либо запрещает купание с флагом. Должен быть спасатель на каждом пляже со своей лодкой. Должны быть буйки обязательно. Но мероприятия проводятся, но не все выполняется, как говорится. В лучшую сторону можно несколько пляжей в Сухуми отметить. Безопасность курортный сезон необходима не только на море, но и на суше. Для обеспечения необходимой информацией, способствующей повышению безопасности туристов, Министерством внутренних дел разработаны памятки с номерами телефонов, экстренных служб и линии доверия, которые распространены в сети туроператоров и интернет-приложениях. Каждому обратившемуся гражданину оказывается нужная консультация и при необходимости помощь. С 1 мая весь личный состав Министерства внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы. По набережной Махаджиров задействованы пешие патрули, задачей которых является пресечение преступлений и противоправных действий. Также в их задачи входит выявление правонарушений в области незаконной выносной торговли. В местах массового скопления людей задействованы сотрудники милиции. Это туристические маршруты, такие как обезьянный питомник и пляж Локомотив. Вы знаете, у меня даже в мыслях не было таких моментов, чтобы здесь могли возникнуть какие-то проблемы с безопасностью. Не знаю, может это связано и с характером тоже, но так даже каких-то прецедентов с другими людьми даже не слышал, не то, чтобы видел. Не думаю, вообще абхазы сами по себе, местная народность, они очень доброжелательные, очень гостеприимные. Я еще до визита сюда знаю, очень гостеприимные люди, можно сказать, братские с нами. Я сам родом из Чечни, живу в Москве и с удовольствием буду сюда приезжать. Сезон 2019 открыт с довольно хорошими показателями. С мая Рицинский реликтовый национальный парк посетили более 16 тысяч человек. А с 1 января текущего года Новоафонскую пещеру посетили более 47 тысяч человек. Первый раз в Абхазии, на самом деле, редкое сочетание, можно сказать, моря с джунглями. И горы, и море, это редко где у нас в мире вообще есть, наверное, на этой планете. Ну, по крайней мере, где я побывал, я в многих местах побывал. Впечатления очень самые такие шикарные, единственные. Конечно, хотелось бы, как и во всем остальном мире, чтобы все развивалось, чтобы все усовершенствовалось, но я думаю, это все в ближайшем будущем наладится. Это республика, как известно, становится из такого многолетнего кризисного периода, становится обратно на круги своя. Я думаю, все будет еще лучше. Порой для того, чтобы уберечь себя от беды, нужно просто не испытывать судьбу. Мысль о том, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих, по-прежнему остается актуальной. Рината Шака, Томас Чакавани, Абхазское телевидение. Гость сегодняшней программы «События недели» начальник государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа. В Абхазии начался курортный сезон, и вопрос безопасности и соответствия необходимым требованиям пляжей, городов и районов страны становится особенно актуальным. Какова на сегодняшний день ситуация? Работу по пляжам мы начинаем буквально с конца мая. С 30 мая мы выдаем предписания всем главам администрации всех районов и городов, где указано, что должно быть на пляжах. Это ограничительные буи, спасатели, спасательная лодка, осмотр и очистка дна пляжа. Там в этих предписаниях, в эти моменты все указаны. После чего в предписании указано время работы по этим всем частям до 15 июня. После чего мы начинаем выполнять работу по осмотру всех этих пляжей. Но на сегодняшний день из 38 пляжей по всей Абхазии готовы максимум 10 пляжей. Когда мы приходим и составляем акты по осмотру всех пляжей, и главам администрации мы еще раз подходим и говорим, что интересуемся у них, почему пляжи не готовы. Большинство глав администрации нам утверждают то, что деньги на пляжи были не заложены. Мы, конечно же, составляем акты осмотра этих пляжей и делаем выводы о том, что пляжи данные не готовы. И мы передаем дальше нашему министру. Министр докладывает президенту. После чего эти дела будут идти в прокуратуру, и данные пляжи придется закрывать, так как это небезопасно и для населения, и для отдыхающих граждан России, либо и других иностранных граждан. Что касается именно Сухума, можно чуть-чуть поподробнее про пляжи города? Городской пляж города Сухум не готов. Там нет ни ограничительных пуев, ни спасателей, ни спасательных шлюпок. Есть определенные пляжи, которые берут в аренду люди. Это в основном гостиничные пляжи. Там они делают все, что полагается. Это могу даже назвать пляж Айтар. Он ежегодно делает все, как положено. И пляж МВО. Что касается города Сухума, эти два пляжа, как образцовые пляжи, они делают все, как полагается, по предписанию нашим. Допустим, вы сделали предписание, указали на недостатки и на то, что нужно сделать. Произошел несчастный случай. Кто несет в данном случае ответственность за последствия? Ну, естественно, если пляжи не соответствуют нормам, это виноваты главы администрации. Уже главы администрации, конечно же, говорят, что не они виноваты, так как деньги не выделяются. Но это все на них висит, они должны это все делать. Что касается нашей службы, госинспекции по маломерным судам, у нас стоит здесь дежурный катер на всякий случай. Но в случае чего, да, мы выйдем, но поблизости мы можем помочь. Потому что если человек тонет, там много времени не надо, буквально 2-3 минуты и человек утонул. Если мы здесь поблизости, мы успеем, конечно. А чуть дальше даже маяка мы уже не успеем. Мы всем говорим, вот что касается спасателей, на каждом пляже должен быть спасатель. Но чтобы его научить быть спасателем, это не так легко. Мы даже готовы это бесплатно обучить этого человека. Если он придет к нам, мы ему объясним, какие действия, если человек тонет. Потому что это нелегкая работа. Если человек тонет, если человек не знает, как его спасать, то он его может потянуть на дно. Поэтому мы всем утверждаем, говорим, что пускай к нам подойдут, мы его обучим, подготовим, и человек будет уже готов спасти утопающего. А в чем ведомстве находится вот эта штатная единица спасателя? Дело в том, что нет никакой штатной единицы. На каждом пляже должен быть спасатель. Это в предписании указано. У него должна быть спасательная лодка, надувная, неважно, но с мотором, чтобы он быстренько успел среагировать, выйти в море и вытащить человека. Да, но в какую структуру, в какое подразделение должна входить вот эта штатная единица? Кто будет финансировать содержание? Все, что касается пляжных дел, это все относится к главам администрации всех городов и районов. На территории Сухумской бухты есть несколько таких зон, опасных для купания. И в этих местах категорически запрещено купаться. Установлены ли такие таблички в этих зонах? Как мы знаем, вот в прошлом году был случай, когда утонули два человека. Это было место, где река впадает в море. И мы уже неоднократно об этом говорим, чтобы ставили таблички и указатели, что там купаться нельзя. Буквально 50 метров слева и справа, где впадают реки, там купаться нельзя. Это и для местных жителей, и для отдыхающих. Не важно, умеет ли он плавать, не умеет. Там очень опасно, там водовороты и так далее. Мы им даже дали образцы табличек, как они выглядят. В принципе, в тех местах в прошлом году поставили таблички. Но эти таблички, как вы знаете, шторм у нас частенько бывает. Штормом сносит, поэтому надо смотреть дальше и ставить, и постоянно следить за этими табличками. Если таблички стоят, и тем не менее люди заходят, администрация города уже от себя ответственность снимает, потому что там есть таблички, и люди уже видят эти таблички, что там купаться нельзя, и тем не менее заходят. Это уже вина самих людей, которые там купаются. С каждым годом на пляжах страны появляются сборно-разборные конструкции, такие развлекательного типа, всякие горки, мини-аквапарки для детей, для взрослых, аттракционы разные. Как обстоят дела с безопасностью всех этих конструкций? Отслеживаете ли вы эту ситуацию? Да, но что касается вот этих развлекательных горки, там и так далее, надувные у моря, они в первую очередь, конечно же, обращаются в Министерство по чрезвычайным ситуациям, чтобы мы дали добро на это. Мы приходим, осматриваем это все, небезопасно ли то место, где они хотят это выставить. Есть места, где реально нельзя это делать, где судоходство, там маленькие маломерные суда и так далее. И мы уже даем им разрешение, где можно делать эти аквапарки и так далее, и где нельзя. Еще хочу добавить пляжи. Мы вот вчера буквально ездили в Гаградский район, Питсунду, Гаград, Сандрипш. И опять-таки, вот уже сегодня у нас 20 июня, они должны были к 15 июня подготовить все пляжи. Мы с ними, с главами администрации, со всеми встретились. Они нам утверждают то же самое, опять, что денег нет, не заложено, но хотя бы минимум надо сделать. А минимум это ограничительные буи, технические зоны, куда подходят гидроциклы, катера и так далее. И осмотр дна пляжа, потому что ежегодно со штормом там много всего валяется, и железяк, и стекляшек. Люди режутся, часто бывает. Вот эти два момента обязательно надо сделать. Я им объяснил это, вроде они все понимают, и попросили еще кое-какое время подождать, чтобы мы не составили акты о том, что данные пляжи не готовы. Ну, в принципе, мы пошли им навстречу, и дали им еще 10 дней. После истечения этого срока мы уже опять-таки приедем, осмотрим, если опять-таки ничего не сделано, мы будем писать акты, докладывать высшестоящему начальству. Будет стоять вопрос о закрытии данных пляжей. И, естественно, это ударить им по карману, и уже, может, они задумаются на следующий год. 33 героя 33 национальностей, 33 судьбы, которые объединила война. 22 июня исполнилось 78 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Фотовыставка под названием «Победу они ковали вместе», приуроченная к этой дате, открылась в Государственном музее боевой славы имени Ардзенба. Репортаж Алисы Шамба. «Помните через года о тех, кто уже не придет никогда. Помните, в горле сдержите вечные горькие стоны. Памяти павших будьте достойны». Этими строками, сопровождавшими кадры времен Великой Отечественной войны, открылась фотовыставка, приуроченная ко дню начала самой страшной в истории человечества войны под символичным названием «Победу они ковали вместе». Экспозиция была представлена из плакатов военных лет и 33 фотографий участников войны, погибших, выполняя священный долг. Мы рады приветствовать всех, кто собрался сегодня под сводами музея, посетить фотовыставку под названием «Победу ковали они вместе», организованную Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия и Государственным музеем боевой славы имени Ардзенба при поддержке Министерства культуры и историко-культурного наследия Республики Абхазия и Центром культурно-просветительских программ «Территория Согласия». Молодые лица смотрят на посетителей с фотографии. Все они не дожили до долгожданного Дня Победы, а некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести. В Центре фотовыставки портрет сына народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия, Владимира Гулия, старшего сержанта пропавшего без вести. Среди гостей выставки его внук, названный в честь деда и внучатый племянник. Владимир Гулия был очень талантливым инженером. В свое время он принимал участие в строительстве Гумистинского моста. История, биография Владимира Гулия, она менее известна, конечно, потому что это боль семьи Дмитрия Гулия. Вы представьте на минуту без вести пропавший солдат, когда в 40-х годах. Это что означало? То ли он в плену, то ли он предан. То есть это висело над семьей очень много лет. Это была такая боль, что когда Дмитрий Осич, это по рассказам его дочери Татьяны Дмитриевны, когда он умирал, вспоминала его супруга Елена Андреевна, когда он умирал, он сказал всего лишь два слова. Это он даже говорить не мог, потому что он выговорил слово Володя. Вот он умер с его именем на устах. И вторая боль была его, это книга истории Абхазии, которая лежала у него под подушкой. Вот как раз фотография моего дедушки, Гулия Владимира Дмитриевича, в честь кого меня назвали, я тоже Гулия Владимир Дмитриевич. Также хотел бы большое спасибо сказать Центру стратегических исследований и Музею боевой славы за прекрасную организацию, прекрасные выставки. Эта выставка как символ единства народов в борьбе за общее дело, в борьбе за общую победу. Как удалось выяснить, Владимир Гулия прикрывал отступление при побеге из фашистского концлагеря во Франции. С тех пор его никто не видел. Семья Гулия надеется, что в скором времени удастся узнать его судьбу. Мы приезжаем каждый год на родину, чтобы уже мой потомок знал свои корни и помнил откудованные традиции к своему народу. Замечательная выставка, я очень благодарен организаторам. Следует отметить, что данная экспозиция, но под другим названием «Победа многонационального братства» проходит в Москве уже несколько лет. Ее автором и руководителем является учредитель Центра территории Согласия Наталья Казиева. В Абхазию фотовыставку привезла сотрудник Объединенного кадетского корпуса Героя в Севастополе Татьяна Кокота и подарила ее отделу Культуры Центра стратегических исследований Абхазии, которые, в свою очередь, передали фотографии в дар Музею боевой славы. 33 героя, 33 национальности, 33 судьбы. Они подарили мир, в котором мы сегодня можем жить, думать, творить и развиваться. Для нас, современников, это очень важная ретроспектива. То, что наш соотечественник представлен в этом проекте, имеет особое значение. По мнению министра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия, эта экспозиция должна постоянно пополняться и развиваться. Для нас, современников, это очень важная такая вот ретроспектива, что было вчера. И она по своему такому вот эмоциональному, этическому напряжению, на мой взгляд, ее, наверное, можно подожгировать в такой акции, как «Бессмертный полк», когда мы все начинаем открывать свои альбомы, искать фотографии, заглядывать в свое прошлое, и там вот искать ответы, наверное, на те вопросы, которые, как правило, возникают сегодня. Это жертвы ожились в пепло и восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали. И восстали вновь. Портрет Владимира Гулия был передан на хранение в Дом-музей Дмитрия Гулия. Фотовыставка будет открыта для посетителей в течение месяца. 13 июля в Сухуми на столичном стадионе «Динамо» состоится международный турнир по профессиональному боксу под названием «Кубок государства Республики Абхазия». Организует спортивное мероприятие «Федерация профессионального бокса Абхазии» при поддержке президента Рауля Хаджимба. Саид Джарсалия расскажет подробности. Вот уже более месяца как абхазские боксеры, которые будут представлять на международном турнире нашу страну, проводят усиленные тренировки в зале Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики. В турнире, который пройдет в Сухуми, примут участие боксеры из Российской Федерации, стран СНГ и Европы. В рамках вечера профессионального бокса пройдут более 12 поединков, в котором будут разыграны два титульных пояса и кубок турнира. Весовые категории разные, от 57 кг и супертяжелым весом. Будут очень зрелищные бои, потому что все настроены хорошо. Многие сейчас подготовку ведут в разных городах и странах наши боксеры. Несколько человек здесь подготавливаемся. Буквально на днях поднимаемся на Аватхару, на тренировочный сбор. Где-то за неделю, наверное, до основных соревнований они все приедут сюда. И здесь уже будет как раз адаптация. И 13 числа мы будем выходить на ринг. Федерация профессионального бокса Абхазии проводит международный турнир совместно с компанией Абхаз Боксинг Промоушен. Как признаются организаторы, задумка о проведении подобного вечера бокса в нашей стране была давно. Такого рода турнир в Абхазии у нас впервые. В 2017 году мы проводили профессиональный турнир. Но масштаб чуть-чуть был другой. Сегодня масштабы уже мы наращиваем, а не побольше. Этот турнир мы готовим уже с 2017 года. К сожалению, у нас до этого времени не было возможности его провести. Сейчас такая возможность появилась. Благодаря руководству нашему они нас поддержали. Такое грандиозное событие для Абхазии. Я хочу, чтобы весь наш народ и гости нашей республики пришли поддержать наших ребят, боксеров. Потому что соперники будут с разных стран. Это поддержка нашего народа необходима нашим ребятам. Поэтому приходите, поддержите. Среди абхазских боксеров, которые представляют нашу республику на турнире, есть и дебютанты, которые, будучи боксерами любительского уровня, уже завоевывали множество наград как на соревнованиях в республике, так и за ее пределами. Около шести лет занимаюсь боксом. Мы выезжали в Россию. Очень много турниров посещали. Около 170-180 боев я провел в любительском боксе. Сейчас вот будет профессиональный бой у меня. Я тренируюсь. Идет очень хорошая подготовка. Настрой только к победе. Первые любительские бои в 2001-м я провел. С тех пор занимаюсь любительским боксом. И вот предоставилась возможность выйти на профессиональный ринг и провести свой первый профессиональный бой. Буду выступать в весовой категории до 76 килограмм. Это очень серьезная весовая категория. Очень много конкурентов в этом весе. Надеемся на хорошие успехи. Все любители бокса, приходите на стадион «Динамо» 13 июля. Поддержите нашу команду. Будем ждать. Нам очень нужна ваша поддержка. 12 июля в рамках мероприятия состоится торжественное взвешивание и представление всех спортсменов-участников международного турнира на Кубок Государства Республики Абхазия. 30 июня в Москве пройдет открытый праздник абхазской культуры. Второй фестиваль АПСН сообщается на официальном сайте Московской абхазской диаспоры. На фестивале будут представлены тематические павильоны, которые покажут быт, культуру и традиции абхазов. На ярмарке можно будет приобрести продукцию абхазских производителей. Аджеку, мед, джемы, сладости, сувениры, керамическую посуду. А у гостей будет возможность попробовать традиционные блюда абхазской кухни и абхазские вина. Кроме того, в парке «Красная пресня», в котором пройдет фестиваль, будет воссоздана Сухумская набережная, где все желающие смогут выпить ароматный кофе и приобрести картины абхазских художников. На фестивале также будет разыграно несколько путевок в Абхазию. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok